Что общего между русской дискотекой, садово-огородным участком, немецкими джунглями и кавказской тещей? На первый взгляд, похоже на загадки, которые шляпник задавал Алисе. И верно, у них есть что-то общее. Все эти несовместимые вещи имеют непосредственное отношение к литературе. А придумал их, или, скажем, познакомил нас с ними Владимир Каминов, самый известный русский Германий, как его тепло окрестила немецкая пресса. Вот уже 22 года удивительный мир писателя Владимира Каминера плотно переплетен с бытом одного из самых космополитичных городов Европы – Берлином. Писатель, журналист, диджей и немного философ Владимир Каминер пишет о себе на своем официальном сайте в разделе «Биография» так. «Я появился на свет в бассейне. Моя мать училась в Московском институте машиностроения, а в свободное время ходила на плавание. Вдруг появился я. Моя мама положила меня в аквариум и понесла домой. По дороге я плавал в аквариуме туда-обратно». Конечно, всю правду о себе может рассказать только сам человек. Гугл и Википедия в такого рода щекотливых вопросах только собьют с толку информационным несоответствием. Пометуя об этом, я решила обратиться к самому первоисточнику и пригласить Владимира в Одессу. Встреча автора с читателями, которые владеют немецким языком, состоялась 30 мая в Одесском театре «Начайный». Языковой центр «Наша школа», директором и основателем которого я являюсь, выступил главным организатором этого необычного мероприятия. Чтение Владимира Каминера проходило благодаря непосредственной поддержке Посольства Федеративной Республики Германия в городе Киев, ДАД – Немецкой Академической Службы Обмена Студентов, Совета Немцев Украины и Общества Развития Одессы. ДАД – Немецкой Академической Службы Общи или если он не вкусный, вы можете спокойно добавить аппель в меня. Большое спасибо благодаря Владимир Камиле, нашим сегодняшим гостям. Здравствуйте, пожалуйста, почему вы пришли сегодня? Я пришла сюда, потому что я уже в Виане Владимир Камиле в Университете. Это был один из самых интересных дней, и поэтому я очень рада сегодня. Спасибо. И вы? Я много читал Владимир Камиле и сейчас хочу я наконец-то встретить его. Я знаю, что он является провокант, шамант и витзем. И теперь я хочу посмотреть, что все это все правильно. Это точно, конечно. Камиле есть отличный человек. Я видел его в 6 лет. И он не имеет хорошего качества. Это так, что он у него не имеет хорошего качества. Я люблю его. Я знаю, что ты сегодня здесь. Почему? Расскажи, пожалуйста. Я сам долго жил в Берлине. И можно сказать, что мы с Владимиром Камилером были соседями. Только он об этом не знал. Я пару раз ходил на русский диск. Достаточно часто даже. И я пару раз встречал его в парке. Ну, то есть, просто видел там, как-то мы проходили мимо, что ли. И мне всегда было интересно, потому что я, когда вышла его первая книга в русский диск. Я ее тут же прочла, прочел. И мне очень понравилось. Ну, мне всегда хотелось встретиться с ним. А есть еще другая причина. Я же работаю в электроорганизации ДАД в Николаеве. И мы смогли с вашей помощью уговорить его там тоже выступить. И это нас, конечно, очень радует. И я таким образом убиваю двух зайцев. Я сюда приехал, посмотрю его выступление. А завтра я еще раз буду смотреть его выступление в Николаеве, в том университете. Ты счастливчик? Да, мне очень повезло. У него, в принципе, юмор такой, что абсурдность именно из жизни. То есть он это не придумывает, просто жизнь абсурдная и забавная местами. Да, потому что я люблю Каминер-Лесу. И мы его пригласили с помощью Катя. И он сегодня приходит. Когда ты его первый раз слышал в твоем жизни? Это уже давно, когда он написал, когда он написал «Руссендиско». Райк, когда он написал «Руссендиско»? Он написал «Руссендиско»? Он написал «Руссендиско»? Да, 15 лет. Да, 15 лет. Да, да. И ты же сам был на «Руссендиско»? Я хотел бы туда, когда мы с студентами провели с студентами. И, честно говоря, в этой неделе не было «Руссендиско». Но я сейчас собираюсь. У меня было так же. Я был в Берлин и не был «Руссендиско» в Бургер-Кафе. Может быть, это просто как-то не существует. И это не существует. Видишь? Я тоже думаю. Буддхизмус. Люди мне пишут в своих последних книгах о Буддхизмусе. Я думаю, что это связано с этим. Спасибо, Аннет. Спасибо, Аннет. Я очень рад. Я очень рад. Я очень рад. Это очень необычный для меня. Я не мог бы представить меня в Одессе, чтобы в Одессе читать. Но я очень удивлялась. Я не хочу в Одессе. Я не хочу в Одессе. Это было первое место в 30 лет. Когда я учился в Одессе, когда я учился в Одессе, как в «Руссендиско». Buenos dias. Это происходит, который timing, что я сегодня в Adессе ходил много стран lines. Я читал их, но я читал их, но я читал их. Поэтому я иду, что я уже давно... Это история из моего книга «Шонхаузер Аллея». Это книжка уже около 10 лет. И это книжка «Шонхаузер Аллея» — это был попыток, из-за страны всю жизнь скрыть всю жизнь. Мы были в «Шонхаузер Аллее» в 3-малой улицах. Мой парень Юрий и я садились в «Шонхаузер Аркаде». «Шонхаузер Аркаде» — это огромное Гауха. И мы наблюдали, как люди вокруг нас «балстыни» в себя. Один за другим. Стоит ли вы еще раз? Да! И к целому. Пермин game начала в 90-е, в Fitружка игроков и споргаскопирай Вовсе. К чес psychological. Вы Asukраpendушникам? Это Surv ensemble. Дев Qiчикам. Сją curiosity от себя мим emails по plasterу окружающим. К честно дерьмо уже давно ваше под Cuおい на40 смаме. Любее время ее война вcka, stem agenda charmок ден sert. Субтитры создавал DimaTorzok Непривычный формат общения автора с публикой был с лихвой компенсирован хохотом и аплодисментами. Ведь, посудите сами, для людей, родной язык которых является русским, слушать в течение двух часов истории на немецком языке, а после задавать вопросы, естественно, также на немецком языке, достаточно нетипично. Конечно, немецкоязычные гости этого вечера чувствовали себя полностью в своей тарелке. Да и для Владимира это выступление было необычным. По этому поводу он поделился с залом своими наблюдениями о том, как ведет себя публика на концертах, когда большую ее часть составляют немцы, и когда на них присутствуют русские. Почему немецкие мужчины уплетают пироги килограммами и пьют латте макиято литрами проводя время со своими подругами но не уверены хотят ли жениться на них почему парк у стены в берлине называется парком у стены хотя в этом месте берлина нет ни парка не стены как в одной средней по размерам немецкой спальне могут уместиться много монголов со всеми своими мелкими и крупными родственниками а также электроплитой вдобавок и откуда берлинская немецкая овчатка знает цитаты из 17 мгновений весны на все эти вопросы можно найти ответы в историях владимира каминера который он пишет на немецком языке владимир камин утверждает что у него в голове постоянно роятся различные истории которые он никогда не выдумывал все они происходили с кем-то из его родственников или друзей или друзей родственников или родственников друзей или на худой конец с кем-то из соседей поэтому никто не удивился тому что три дня проведенные писателем в одессе сами собой превратились в историю которую кто-то когда-то кому-то рассказал но не успел записать и теперь и она будет частью мира владимира каминера этот чудесный майский вечер подошел к концу мы рады были присутствовать на этом мероприятии гостем которого был самый известный русский германии владимир каминер надеемся что это запомнилась всем гостям так же как и нам чеюс пейсбальд